Электробайк Велосипед со встроенным мотором в колесо, которое питается от аккумуляторной батареи. То есть, по сути, обычный велосипед, ну, несколько тяжелее, и у которого есть электродвижущая сила. Ну, давай, Даша, я тебя научу кататься, и ты сама попробуешь, и поймешь все плюсы и минусы электробайка. Вот этой красной кнопочкой мы подаем питание, а вот этим вот рычажком мы подаем газ. То есть, если слабо нажать, колесо будет вращаться слабо, если нажимать сильнее, то оно будет вращаться намного быстрее. На автомобиле Роман добирается до работы за 45 минут, пешком за 30, а на электробайке всего за 15. Ведь электрический велосипед может развивать скорость до 45 километров в час. В заднее колесо вспицован электромотор мощностью 500 ватт, питается от аккумуляторной батареи. И здесь находится контроллер, который этой батареей управляет. Вот, зарядка полная аккумулятора длится полтора-два часа. Если совсем не использовать педали, зарядки хватает на 30 километров. Ну, а если экономно тратить заряд аккумулятора, то проехать можно и все 80. К велосипеду я привыкла. Пора включать газ. Нажимаю. О, ничего себе! Непривычно ощущать себя электробайкером. Легкое нажатие на кнопку, и за тобой не угонится ни один велосипедист. Управлять электробайком очень просто. Так же, как на велосипеде, только педали крутить не надо. Плюсов у электробайков хоть отбавляй. Можно ездить и тренировать мышцы. А если устал, кнопку нажал и покатился в свое удовольствие. А зимой можно легко выехать из любого сугроба. Главная проблема – это сочетание цены и качества. Здесь либо совсем дешевые и совсем некачественные китайские экземпляры, либо качественные, но дорогие, западные. То есть какого-то компромисса как бы тут нет. Вот этот компромисс хочу создать я. За границей подобные электробайки давно популярны. А вот для России это пока в диковинку. Поэтому Роман собирается открыть сервисный центр по сборке и обслуживанию таких велосипедов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова